Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Сегодняшнее видео о королеве классического детектива, прекрасной Агате Кристи. Мы попробуем выяснить, что же общего о Агате Кристи с Библией Шекспиром, посмотрим на ее детективы сквозь призму алгебры, когнитивной психологии и компьютерной обработки естественного языка. В прошлом 2020 году, 15 сентября, мы отмечали 20-летие со дня рождения Агаты, и весь интернет пестрел заголовками «Агата Кристи конкурирует с Библией Шекспиром». И это не шутка, она действительно одна из самых публикуемых писателей за всю историю человечества. Суммарный тираж ее произведений превысил 2 миллиарда экземпляров, а ее пьеса «Мышеловка» побила все рекорды долголетия. В Лондоне ее показывают 8 раз в неделю, и она занесена в книгу рекордов Гиннесса как наиболее часто показываемое театральное произведение. В чем же ее секрет? Неужели нет авторов, более достойных, более интересных, владеющих стилем, словом или юмором лучше Агаты, или поднимающих более глубокие или весомые темы, создающих более объемные человеческие характеры? Конечно же, есть. Так в чем же? Чем же объясняется ее невероятный успех? Можно ли разгадать тайну королевы-детектива, разложить на слагаемую ее популярность? И понять, почему же она все-таки стоит в одном ряду с Библией и Шекспиром? Может быть, ее истории не совсем то, чем они кажутся? Давайте разбираться. Отложим на время заявленный в заголовке математический анализ в сторону и попробуем обратиться к социальной призме. Что такое Шекспир? Любовь, жизнь, ревность, смерть, коварство, предательство. Библия рассказывает нам все о том же, и Агата Кристи говорит о тех же темах. История постоянно меняется, но модели жизни одни и те же, и иллюзии одинаковы, как говорил Воланд в романе «Мастер и Маргарита» «Люди как люди, только квартирный вопрос их испортил». Почему же именно детектив, а не, скажем, сказки или романы? Зачем люди вообще читают детективы? Детектив — это такой способ уйти. Есть неплохая книга Люси Уорсли «Чисто британское убийство», в которой она пытается понять, с чем же связано увлечение убийством с иском в культуре Британии. И есть там интересный факт. До конца 18-го столетия отношение к убийству было иным, а запрос именно на убийство в развлекательной культуре приходит во времена регенства, когда людям стало несколько спокойнее жить. И сегодня детектив в скандинавских странах, где, как мы знаем, жизнь довольно-таки спокойная и стабильная, не отображение мира вокруг, а скорее некая аномалия, которая позволяет пощекотать нервы в относительно спокойной, без трагических событий повседневности. С другой стороны, классический детектив — это еще и способ уйти, и не только от повседневности, но и от нелицеприятной, сложной реальности. Отсюда всплеск интереса к детективу в период между двумя войнами 20-го века, сначала к английскому детективу, как к возвращению к тем потерянным, незыбливым основам, старому укладу великой справедливости. Велико-классический детектив всегда очень справедлив, в нем автор всегда на стороне жертвы и преступник наказан. Это такая сказка с хорошим концом. То есть классический детектив — великий утешитель. Хорошие детективы, несмотря на то, что речь идет о зре, нас непременно умиротворяют, потому что зло наказано. Однако в преддверии новой войны прошлого столетия возникает интерес к детективу уже не английскому, а американскому, где сыщик уже недобропорядочный джентльмен или леди, а крутой парень, где все в смятку кровища. То есть сказочного, обезболивающего, классического детектива уже недостаточно, а нужна американская жесть, как обезболивающая. И так ценность человеческой жизни, которую отстаивает в своих книгах Агата Кристи, теряет на фоне ужасов войны свою актуальность. И тем не менее, две крайности — кошмарная реальность, от которой хочется убежать и спрятаться в справедливом, добром мире Агата Кристи, или же очень спокойная и размеренная повседневность, которую хочется разбавить чем-то, чтобы слегка пощекотать себе нервы, поддерживает интерес к человечеству, к детективу, как к жанру долгие годы. Уважаемый Дмитрий Быков в своей открытой лекции «Агата Кристи ищет Бога» говорит о некой потере интереса к творчеству Агаты Кристи в России. Это был 2015 год, но, возможно, в новом всплеске, в скором будущем, так как это критическая масса людей, которая хочет закрыть глаза на действительность, скоро сформируется. И Галина Юзефович в подкасте «Книжного базара» о детективах говорит, что запрос уже есть и большой, и он не удовлетворяется современным рынкам детектива. Почти все, что предлагает рынок сейчас, это ремейки уже готовых сюжетов, что, собственно, не странно, ибо количество детективных схем очень ограничено. Но ремейки, увы, часто очень слабые, без малейшей попытки хотя бы обыграть имеющуюся канву схемы. Это так, Кристи и ряд других авторов действительно полностью отработали, обработали имеющиеся схемы, и ничего нового пока не придумано. А хорошо обыграть имеющуюся канву могут только несколько современных писателей, которых можно буквально перечесть по пальцам, и жанр действительно практически мертв. Поэтому ничего не остается, как возвращаться к вечному источнику перечитывания Агати Кристи. А еще, возможно, в каждом из нас демлет сыщик. Тут интересно посмотреть на детектив с точки зрения Бертольда Брехта, немецкого драматурга, поэта, прозаика. Он анализировал причины популярности детективного жанра и говорил, что человек XX века свой жизненный опыт приобретает главным образом в условиях катастроф. При этом он вынужден сам доискиваться до причин кризисов, депрессий, войн, революций. И уже при чтении газет, счетов, известий об увольнении, мобилизационных повесток и так далее, мы чувствуем, что кто-то что-то сделал. А кто же сделал и что сделал? То есть за событиями, о которых нам не сообщают, мы предполагаем другие события, и они есть подлинные. Поэтому в XX веке человек обязан быть сыщиком для самосохранения. Кроме того, детектив — это еще и очень уютно. Мы все знаем это чувство уюта и комфорта, разлитая патокой по страницам книг Кристи. Как рассказывал Дмитрий Быков в своих лекциях «Агата Кристи ищет Бога», Кристи играет великую утешительную роль. Ее хорошо читать, ее произведения очень уютны. Она любит эти старинные отели, в которых ничего не изменилось с 30-го года, поместья, где всегда есть верные слуги, умные, всегда немного странноватые иностранцы, нормальная, старая, добрая Англия. И в мире, где не осталось практически ничего старого и ничего доброго, Агата Кристи напоминает о традиционных человеческих ценностях и хочется жить, когда ее читаешь. Она напоминает о силе слабых, и это одно из ее великих открытий. И как это ни удивительно, Агата Кристи — очень религиозная литература. Конечно, практически все сюжеты так или иначе, осознанно или неосознанно повторяют христианские сюжеты. И тем не менее, Кристи — один из немногих авторов XX века, которые отстаивают ценность человеческой жизни, доказывают, что в каждом отдельном случае стоит разбираться и напрягать серые клеточки. Она создала особый уютный мир со всей этой атрибутикой, как у Роулинг, этот антураж, живость ее реальности. Мир, в котором хорошо. Это огромный вклад в наши души, в литературу, и сложно спорить с этим. И все же ее популярность невероятная. Даже с учетом всех вышеперечисленных аргументов, эта вечная популярность ее книг наталкивает на мысль, что Кристи умеет приворожить читателя. И попытка ответить на этот вопрос популярности Агаты. В 2005 году Беном Варфиком был снят фильм «Код Агаты Кристи». Нейролингвисты, психологи Лондонского университета, Бёрмингема, специалисты по гипнозу и НЛП, писатели и сотрудники полиции попытались разгадать загадку ее популярности и проанализировали внушительный массив текстов Агаты Кристи, чтобы выявить закономерности в использовании слов и построении фраз. И этот анализ помог обнаружить интересные результаты. Об этом и о том, можно ли в принципе разложить творчество на составляющие, мы поговорим в следующей части нашего видео. А пока, до скорой встречи!